Обычно в такие моменты люди не снимают видео, но мы собираем чемоданы. Ну что, мы сейчас в Казахстане. В дороге мы провели сутки, ровно сутки. 21 сентября в 6 часов мы выехали из Саратова, поехали через Озинки, доехали до Уральска. Я составила такой небольшой список всех пунктов, которые нужно рассказать. Во-первых, документы. Какие документы мы взяли с собой? Это российский паспорт и загранпаспорт. Насколько я знаю, в Казахстан можно въехать по российскому паспорту, но мы показывали загранник на границе. Нам поставили штамп о выезде и о въезде. Мы не взяли с собой собаку, потому что у нас был опыт путешествия с собакой по России и по Казахстану также был. Был опыт путешествия с собакой по Азии. И мы потеряли около 300, наверное, тысяч из-за перевозок собаки по Азии. И поэтому в этот раз мы не брали с собой животное. Мы оставили его у родителей. Из документов мы оформили страховку на машину сразу же после пересечения границы. Страховок очень много. Когда вы въезжаете в Уральск, когда вы только пересекаете границу, будут конторы, где будет написано автострахование, страхование авто. Вы просто подъезжаете, можете платить рублями, можете платить долларами или можете платить картой. У нас есть тайская карта, но мы заплатили рублями. Страховка стоила 1600 на 15 дней. Это самый минимальный срок страховки. Мы ехали 8 часов до Казахстана. Вообще, Google Maps показывал, что ехать 4 часа. Но из-за пробки на границе мы ехали в 2 часа ночи. Из-за пробки на границе мы пристояли там около 5-6 часов, наверное. Есть один совет, который мне дали местные. Когда мы стояли на границе с РФ, мы стояли в огромной очереди. Я подошла к казахам, и они разговаривали о ситуации, которая вот. Они просто смотрели на всю эту очередь и говорили, все едут из Союза, все едут из Союза. Ну и начали там шутить и так далее. И я спрашиваю, а что, никогда такой ситуации не было? Может быть, там были еще какие-то волны миграции? Она говорит, нет, мы постоянно возим туда-сюда мигрантов, ну, отметку какую-то ставить. И она говорит, такого не было никогда. На выезде из России пограничник смотрел паспорт мужа, полностью его пролистал. Российский паспорт, загранпаспорт. Никаких вопросов не задал, ни в какие комнаты не отводил. И мы спокойно проехали. На границе с Казахстаном, смотрите, есть один совет. Огромная очередь, когда мы уже пересекли границу с РФ. Я снова подошла к местным и говорю, блин, ну сколько же еще стоять? Уже рассвет, все, мы выезжали в 6 часов вечера. Уже рассвет, и один из местных сказал, а что вы не проедете? Просто объезжаете очередь, подъезжаете к пограничнику, говорите, что вы из России, и вам нужно пересечь границу. Я говорю, так вообще можно? Он такой, да, конечно, можно. Просто подходи к нему, бери справку, ну такой небольшой листочек, на нем ты заполняешь количество человек в машине, номер и дату въезда. Я подошла действительно к пограничнику, просто пешком обошла очередь. Он мне дал талон и говорит, подъезжай прямо сюда. То есть объезжай очередь. Не разрешают пользоваться телефонами вообще. У меня был телефон, я достала его, чтобы обменяться контактами с людьми. И на меня начали жестко наезжать, говорить, мы сейчас вообще вас отправим назад, нельзя доставать этот режимный объект и так далее. Так что лучше не злите их и телефоны не доставайте. После того, как мы пересели границу, в принципе проблем никаких не было ни у меня, ни у мужа. Мы ехали вдвоем, было два чемодана, ни в какие комнаты не отводили. Но один из знакомых, то есть человек, с которым мы познакомились в поездке, он сказал, что его отводили в комнату и спрашивали реальную цель поездки. Он сказал, что едет к другу. Так, после того, как мы въехали в Уральск, мы поняли, что гостиниц нет. Было уже 9 утра. Поняли, что гостиниц нет, и мы поехали до ближайшего города, Актабе. Ехать 6 часов. Вы едете по степи. Ничего вообще не будет. Расстояния огромные, города находятся далеко друг от друга, и гостиниц... Я обзвонила, гостиницы все в Уральске, вообще ничего. Ничего. Мы поехали в Актабе, и здесь был единственный номер, вот мы в нём остановились, сейчас он на видео. Дальше мы планируем ехать в Астану. Скорее всего, там будут гостиницы, но вариантов уже не так много. Насчёт дальнейших каких-то наших действий мы не знаем. Сутки в дороге, вчера вот только поспали, сегодня проснулись, я сразу записываю это видео. Возможно, дальше мы поедем в Тбилиси, Стамбул, и сейчас рассматриваем ещё Латинскую Америку. Один из знакомых находится там. Получить ВНЖ стоит 2000 долларов, и когда ты получаешь ВНЖ от Мексики, например, тебе могут оформить Шенген на более простых условиях. Сейчас Шенгена у УЖа нет, и поэтому Европу мы не рассматриваем. Субтитры сделал DimaTorzok